И одмысловое мероприемство, присвеченное Державному Святому Дню Незалежности Беларуси, провели родинские литераторы. Процедуники областного отделения Республиканского союза письменников собрались для вечного огня у городским парку имя Жилибера капушиновать в память героев Великой Эйчинной войны. До мемориального комплекса советским воинам и партизанам письменники и поэты при нем не усклали к ветке. Тут же у святых мест проучали родки из новых вершев родинских аутеров. И хотя мероприемство, якое отримало назву «Пад мирным небом Беларуси» оказалось камерным по своем формате, и оно было глубоко символичным. Тем больше, что сустрыча пройшла напереды дни Державного Свята Беларуси. Напереды дни завтрашнего Великого Свята Дня Незалежности Республики Беларусь мы все-таки вырошили своим коллективом невеликим, кто смог, с района, конечно, люди не приехали, собраться в эту парку, каля помника воину-возвалителю, ускласть к ветке. И я уручу сегодня своим коллегам, членам союза письменников, книги, які ветеранская организация наша областная выпустила до Дня Перамоги, до 75-го дня этой даты. 3 июля содержит в себе праздник очень много символов, ряд символов. Но два главных – это то, что мы сумели изгнать оккупантов из нашей родной земли, и второе – завоевать государственную независимость, которую мы сегодня крепим. До слова те, кто не присутничал на мероприемстве, отримают махчимость завочно долучиться до акции «Под мирным небом Беларуси». Усе моменты сустречы сдымались на виды. Яка гучена, яго отримают сябры Гродзенского отделения Союза письменников Беларуси. Так само обязана, что виды спровоздача обыдмысловой акции будзе размещена у свободным доступе интернет-просторы.